Смотрите, мы переходим от наших домиков, деревьев и предметов новогодних к персонажам. Это так немножко посложнее, но я думаю, что все будет понятно и интересно. С чего начнем? Опять же, начинаем с того референса, который я нашла. Я предлагаю всем найти какого-то героя, который у вас ассоциируется с Новым годом, и попробовать нарисовать и немножечко поработать с ним. Сейчас буду показывать, как я работаю с такими референсами. Единственное, смотрите, обратите внимание, у меня референс — это уже иллюстрация. Конечно, в идеале брать референсы фотографий, чтобы не быть завязанными на пропорциях, которые выбрал тот или иной иллюстратор, но суть в том, что по сказочным персонажам довольно непросто найти какие-то хорошие референсы. Я выбрала для себя гнома, такой скандинавский персонаж, в моем случае особенно, получился с большим колпачком. Вот, сейчас покажу, как я все равно буду опираться на этот референс как самый близкий мне по духу. Смотрите, я выбираю референс с самым просто стоящим персонажем. То есть для начала мне нужно разобраться, какие объемы тела я буду использовать. Что я делаю дальше? Я не пробую срисовать его с вот этого референса. Я пробую его разбить на маленькие блоки, максимально геометричные. Мы это с вами уже делали немного в самом первом задании. В общем, продолжаем делать все то же самое. То есть для начала я просто возьму, нарисую этого гнома, перенесу его, используя простые геометрические фигуры типа треугольников, трапеций, прямоугольников. Буду избегать круги, потому что с кругами есть опасность нарисовать что-то такое немного эфемерное, размазанное. И меньше, ну в общем, менее похоже было. Поэтому начинаю я с общих пропорций гнома. Да, у него будет довольно большой колпачок. Здесь у него идет лицо. Чем меньше вы берете, чем мельче, точнее, вы берете блоки, вот эти вот геометрические фигуры, тем проще вам будет, собственно, нарисовать достаточно подробно. Чем больше вы упрощаете, как мы делали несколько уроков назад с елкой, да, тем, соответственно, у вас менее, в итоге получается менее разнообразное детализованное изображение, да. Если вы хотите добиться какого-то довольно реалистичного такого эффекта, то лучше рисовать прям мелкими такими геометричными блоками. Волосы у него как-то вот сюда вот идут, да, тоже стараюсь брать максимально треугольники, прямоугольники и прочее. Дальше у него идет борода. Да, возможно, мне немножко не хватит места на листе, плохо я подрассчитала, но на такой случай я просто возьму еще один лист и подложу снизу. Я обычно не трачу время на пересовывание, если мне не хватило места на ноги. Какие-то такие у него усы. Я тоже не стремлюсь прям повторить пропорции, тем более, что они уже стилизованные. Да, просто пытаюсь разбить его на простые формы, чтобы с ним потом еще поработать. То же самое по большому счету делали и в задании с домами, и в задании с деревьями. Какой-то худенький. Вот такой вот, да, здесь вот такой вот треугольный блок. Здесь руки, смотрите, у него руки за спиной. Я все-таки хочу вывести их вперед. Если у вас такая же история, как у меня, с референсом, то опирайтесь на линию талии. То есть у вас локоть, а у героя должен быть на линии талии. Вот, какой-то вот такой вот. Дорисовываю я его. Здесь у него будут ручки маленькие. Вот, дальше ноги, соответственно, такими трапециями. И сапожки. Опять же, смотрите, у обуви такой ракурс может быть местами неплохой. Его тоже гораздо проще повторить каким-то шестиугольником. Или даже разделить его на две трапеции, и так будет еще проще. Вот такой вот у меня герой получается. Он такой немножечко кривенький, но мы его сейчас приведем в норму. Самое главное, что, в общем, он упрощен довольно сильно вот этими вот геометрическими фигурами. Да, что-то пришлось додумать. Ручки, может быть, чуть покороче будут. Вот, я бы его сделала круглее, шапку надвинула бы ниже практически, чтобы было бы не видно глаза. И оставила бы нос покрупнее. Поэтому, соответственно, я его немножечко видоизменяю. Да, смотрите, тут можно либо еще так же попробовать перенести те же самые фигуры, только преувеличить и преуменьшить где-то. Я их буду параллельно чуть-чуть уже капельку скруглять. Вот, нос будет довольно крупный, глаза практически не видно. Может быть, здесь такие ушки немного покрупнее. Вот я их уже скруглила. Можно это сделать по факту и попозже, да. Усы точно так же. Да, я их сделала немного вот такими вот. Вот, бороду тоже попышнее. То есть, я его по большому счету растягиваю немного в стороны. Ну, вот мне кажется, что гномики должны быть круглые. Вы точно так же можете сделать какого-то вытянутого гнома. Это все довольно субъективная такая история. Так, да. Вот, у него ручки где-то здесь будут в варежках. Пока я не сильно его прорисовываю, мне это не необходимо. Нужно, важно найти нашего героя. Ну вот, собственно, вот такое у меня получается. Здесь у него где-то идут и ножки я ему... Нет, такие уж маленькие не буду делать, но немножечко уменьшу. Вот. Можно чуть-чуть поближе было бы их поставить. Но неважно. Смотрите, по большому счету я взяла эти пропорции, немножечко растянула и скруглила. На этом этапе ваша задача будет состоять в том, чтобы найти референс по какому-то сказочному новогоднему герою. Перенести его на лист, используя как можно больше простых геометричных форм. После этого немного видоизменить формы так, как мы делали с домиками, да. То есть можете попробовать подлиннее, наоборот, пошире, покруглее и прочее. Попробуйте его видоизменить. Но вот можно было бы его на самом деле и в такой позе сразу же запихнуть на открытку, дав ему в руки кучу подарков. Но хочется его немного подвигать. Поэтому смотрите, что тут происходит. Мы сейчас его будем переносить в движение. Опять же, я нашла референс по движению. Он у меня будет нести санки с подарками. История будет заключаться в следующем. Когда вы переносите персонажа, можете взять прям второй лист, подложить карандашом, переносите. Переносите вот таким вот образом, да, чтобы у вас ничего не потерялось и с пропорцией. Да, чтобы вот у вас лицо. Единственное, он будет немного в профиль, но сейчас покажу, как. Вот здесь вот примерно будет лицо. Вот здесь вот примерно будет его талия. Он у нас закруглен. Немного по-другому будут пропорции построены. Здесь, судя по референсу, будет рука как-то так идти. Вторая будет вперед. Да, одна нога у нас, ноги вот так, вот где-то здесь у него. Одна нога вперед. Более точно. Вторая нога, соответственно, по этой же линии у нас будет уходить назад. Так как вторая нога идет сзади немного короче, то, соответственно, она будет на носочек поставлена. Ну и судя по референсу. То есть, смотрите, с помощью вспомогательных линий я довольно быстро перенесла саму сетку. Ну и здесь по референсу будут санки с подарками. Хочется прям такую кучу немного нестабильную сделать, чтобы некий конфликт создать. Что дальше? Каким образом мы лицо переносим? Мы, во-первых, для начала нужно показать среднюю линию героя, чтобы не запутаться, да, чтобы все руки росли из нужных мест. Ремешок был, соответственно, точно так же по центру. Да, вот я нарисовала какую-то среднюю линию. И дальше на эту среднюю линию буду ориентироваться и здесь в том числе, да. То есть, вот у него будет колпачок прям вот так вот. Ухо тоже, да, следите за расстоянием. Ухо не должно быть вот здесь, то есть у него вот здесь что-то будет, не знаю, какие-то волосы, может быть, будет видно. Усы его пышные. Оно будет немного, вот здесь не будет, вот будет скорее здесь. И, соответственно, борода. Низ бороды точно так же можно какими-то опорными точками перенести. Рука будет, соответственно, немного у меня ниже. Вот, и здесь будет середина, отсюда будет идти его вот нога. Так он будет у меня шагать. Вот, поэтому смотрите, дальше, соответственно, вы, после того, как вы нарисовали, немножко стилизовали своего персонажа, если вам это необходимо, выберите для него какое-то классическое такое праздничное действие, подберите к нему тоже референс по движению. Желательно, чтобы это было какое-то движение, хотя, в принципе, герой тоже может спокойно сидеть на кресле и читать книжку с чашечкой какао. И попробуйте его перенести с помощью вот таких вот линий. У вас получится персонаж, перенесенный, которого вы после этого точно так же нарисуйте на чистовик, и у вас получится какая-то иллюстрация. Обязательно выложите, покажите ее. Сейчас увидите, как у меня будет рисоваться, собственно, вот этот вот гном уже в цвете. Из цветов я тоже не подбираю ничего сильно нового. Хочется надеть ему красный колпак, красную курточку, серая борода, ну и оттенки бирюзового и желтого будут и в одежде, и в подарках. Субтитры создавал DimaTorzok